Вот среди людей, близких вам или отпечатавших вас, Лесин значится, Михаил Лесин, то есть вы однозначно креатура товарища Лесина. Я креатура товарища Лесина? Лесин меня ненавидел. Лесин со мной познакомился, когда меня назначили, о чем вы говорите? И ненавидел меня еще пару лет. Вы сейчас всю картину меняете, потому что я помню вот это, когда 25-летняя эффектная девочка стала руководителем крупнейшего, как тогда полагали, в перспективе ресурса, что это вот Лесинская девочка, и вот он ее двинул. Лесин тоже так думал. Вы, получается, думали, что я любовница Лесина, а Лесин, царство ему небесное, перебирал в голове, чья же я на самом деле любовница. Лесин со мной познакомился тогда, когда меня назначили, и ненавидел меня. Всеми фибрами своей души просто вот его трясло от меня. Удивительно. Я был уверен, что он ваш покровитель, и что вы протеже Лесина. Тогда мой следующий вопрос совершенно как бы... Ему меня навязали, и он был от этого в бешенстве, поскольку идея Раштуда изначально была его, но он совершенно там других людей видел. Не будем называть фамилии, тоже суперизвестные люди, и с какими-то он уже вел переговоры. А вы с этими людьми общаетесь, с которыми он делал переговоры, вот сейчас, в наше время? Нет, не общаетесь? Ну, не из-за этого. Я и раньше с ними не общалась. Просто это люди не из моей компании. Один из этих 12 рассказов, он по мне очень и лексически, и структурно выбивается из линейки вот этой дюжины, здесь собрана. Я говорю о рассказе послесловия. Про Лесина. Да, про Михаила Юрьевича Лесина. Из рассказа следует, что вы были очень-очень близки, и вы, Маргарита, очень переживали уход Михаила Юрьевича. Я переживаю до сих пор. Да, и мне это показалось странным, потому что я не очень хорошо знал Михаила Юрьевича, но мне он казался человеком 90-х, то есть человек денег, условно говоря. А вы в моем представлении, я здесь тоже могу ошибаться, я в людях не очень хорошо разбираетесь, вы мне кажетесь человеком, которому знакомо понятие категорического императива. Человек, который может делать что-то из принципа ради идеи, в ущерб карьерным каким-то. Я, как правило, все из принципа и делаю на самом деле. Что вас вместе держало? Кроме мужского обаяния Михаила Юрьевича Лесина, которое совершенно очевидно было даже не женщинами, а людям, с которыми общались, он был очень обаятельный. Но вы же, мне кажется, идеологически несовместимы. Да, так и есть, абсолютно. И он меня за это все время ругал. Он все время говорил, что просто такой наивняк, как можно так жить? Как ты можешь там делать то-то, то-то, то-то? Я говорю, ну я не буду этого делать. Или наоборот, буду это делать, потому что это противоречит моим принципам. У меня у него это вызывало смех. Каким таким принципам? Но я думаю, что именно поэтому он ко мне так относился, а он меня очень любил. И я его очень любила. И вот 4 года, как его нет, как раз 5 ноября было 4 года, и я совершенно не могу к этому привыкнуть абсолютно. Просто тяжело. Вот там же есть в этом. Его сложно назвать рассказом. Это скорее такой большой некролог, что ли. Там это все написано, что впервые в моей жизни с его уходом осталась такая зияющая дыра вот где-то в сердце, в душе, которая так и не заполнилась. И я понимаю, что заполнить ее нельзя. И для меня вдруг стало понятно, что жизнь и взросление, и потом уже старение – это и есть просто увеличение количества этих зияющих дыр, к сожалению. Пока от сердца уже ничего не остается. Вот моя первая пришла со смертью Михаила Юрьевича. Я не знаю, почему мы в итоге такие у нас были отношения, что мне стало так больно с его уходом. Я думаю, что у него сложные отношения со своими детьми были, которые выросли за границей. И во многом выросли, мягко говоря, непохожими на него, другого менталитета, другой культуры. И он все время мне говорил, давай я тебя удочерю. А я моложе его дочери. Давай я тебя удочерю. То есть он, наверное, я была все время рядом. И он, наверное, нашел во мне дочку, которую он в свое время недовоспитывал, не видел, не знал. Вас вообще ни разу не смущало, что он для вашего дичи, для канала «Rush Today» придумал название «Параши Today»? Я же сама об этом в рассказе написала. Да, но тем не менее, то есть вообще никак, вот это нормально? Мы с ним ссорились бесконечно. Он сначала меня просто ненавидел. Ненавидел и пытался прям давить, душить, но не мог, потому что... Почему? Потому что он в первую очередь... Вы были открышованы? Нет, он был в первую очередь рыцарь. Он не мог давить и душить женщину. Он так относился не только, тем более молоденькую девчонку, у меня было 25 лет. Я потом это в нем заметила, что он так относился не только ко мне, он так относился вообще к женщинам. Вот есть, скажем, семья, не буду называть, конечно, фамилии, но какая-то известная семья, эфир, эфир. Вы всегда так. Вы же наша коллега, вы же журналист. Ну, я не могу без разрешения других людей говорить о других людях с их фамилиями. Хорошо. Продержка вас тоже приоритетна. Ну и с вас мой спрос тоже в приоритете. Вот такая загогулина тут жесть.